Продолжение следует... 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 что пошло не так. Важный момент – это наблюдение за полями в процессе всего удачи, потому что любые пропущенные болезни, любые пропущенные облонения от нормального развития – это все потери. Поэтому важно обладать в случае информации, объективные, актуальные и с ней работать. Ну и естественно, куда не берутся от хищений, в том момент, как я сказал, в своих докладах, они есть, причем, прогрожать сейчас я скажу отдельно, но варвары фактически все, и семена, и обозрения, и СССР, естественно, и мы стараемся обладать механизм для того, чтобы сфотографировать и оперативно выдавлять по профилю. Собственно, если говорить по городу, то у нас достаточно большая сплошка быстрого контроля, начиная от поля, естественно, там района, система с лочерой, также можно посвящать в эту скулу не авторизованному конвайу, можно учить это в терапии, предпринимающие, можно контролировать то, чтобы на них движется в данное время, достигая его тоже в терапии, и по правилам маршрута, и не останавливается в движении. На весовой профиксируется вес и все параметры, которые необходимы по той продукции, которая ведется, и все не дотягивается до склада, а автоматически формировается для того, чтобы принимать, какая-то будет текущая зарплата. автоматический учет позволяет избежать равны, потому что если при выводе, например, вот на текущий момент идет работа, деление поровну, и есть пример, когда автоматический занимательный, допустим, работает неполопрекрессивно, и происходит равна, автоматический учет позволяет избежать равны. Ну и, соответственно, если вы видите результаты, то мы говорим, что мы можем вызвать в результате. Рост производительности происходит чаще всего, действительно, там, в год-двух раз, за счет того, что мы четко контролируем причины простоев, вы будете четко учитывать, может, в круг, и это очень сильно интересует людей работать эффективно, и тот, кто работает неэффективно, они обычно уходят просто. Рост производительности, как я уже понял, это скорее не рост производительности, это скорее достижение планов производительности максимальной возможности в текущих условиях. Ну, непонятно, происходит экономия затрат существенная. Нам, практически на всех материалах, на ПСМ способности. Это, ну, я думаю, что это многие уже проходили, то есть, учет-то приводит к институту экспертов задачи, которые решаются. Ну, в целом, у меня все, спасибо за внимание, может, какие-то вопросы есть. Да, сейчас, Владимир Геннадьевич, а скажите, что наиболее востребовано из ваших предложений, что аграрии чаще всего заказывают, какие услуги? Ну, вы знаете, в принципе, ругание в хозяйстве своя на различных приближениях и проблемах, но, если говорить о наиболее министра, то есть, это первое, это, ну, довольно понятное, это как базовый такой, да, практически все запускают, именно учатый контракт, потому что мы автоматически читаем заплату по институту, например, и это очень сильно дисциплинирует, потому что, как только мы начинаем читать заплату по данным приборам, да, то мы получаем очень точные данные в системе, потому что институты сами заинтересованы, потому что информация кому-то была первой, и это очень сильно дисциплинирует, в основном так, да, ну, кто-то начинает с планирования людей, потому что кому-то очень интересно распределять поднимую программу автоматически и планировать с планирования людей, да, и это тоже дает свой эффект определенный, поэтому не сложно здесь, прям вот, там, какую-то такую основную функцию, у каждого есть свои задачи обычно. Владимир Георгиевич, вот 7 миллионов гектаров Вы, уже Ваш банк насчитывает, очень приличная площадь, а какую долю занимает в нем Южный федеральный округ? Южный федеральный округ. Ростов, Кубань, Волгоград, ну, может быть, Ставрополье еще добавим сюда, это Северокавказский. Ну, достаточно большой, я, знаете, как скажу, посмотрите, то есть основной интерес, отлично, в нашей системе проявляют те регионы, в которых есть риски. Вот, в Краснодарских краях, там риски не очень большие, поэтому у них нет особой необходимости использовать какие-то средства повышения эффективности. А вот если брать поиск, вот, от Ростов, побочки, все, да, то есть там все, в сезоне несколько рискованных жизнедея, и вот там цифровые технологии не очень сильно помогают с кистилистами. Это важно, потому что гарантирование получения дохода, это, мне кажется, основная для бизнеса. А масштаб хозяйства, которые обращаются к вам, это площадь, допустим, от 5 тысяч гектаров, или есть и небольшие фермерские хозяйства, как вы его оцениваете? Ну, я бы сказал, что основная масса – это там 10-30 тысяч гектаров, где-то, да, но у нас есть ростные там и до 300-400 тысяч, и есть маленькие фермеры, там, 500 гектаров. В принципе, всем полезно. Кто-то там, кто-то в мелких хозяйствах, там, сам фермер, он на мобильном телефоне смотрит свою технику, и его переструстраивает, и он смотрит, выдумывал, посмотрит, сколько у него цернар, а что ли с собой, сам. Ну, вот он, естественно, там, коммунные структуры, которые довольно-таки, там, комплексно, очень, достаточно. Вопросы в зале есть? Господин Кошанова, понятно. Спасибо. Спасибо, Владимир Геннадьевич. Очень интересно. В зале есть люди, которые пользуются услугами агросигнала? Нет, сегодня, да? Вот в Краснодаре, когда мы общались, то были такие. Наши прияты пользуются вседовольным. Да? Хорошо. Хорошо, спасибо. Переходим к...